Продолжаем разговор Хорошо, давайте теперь к вопросам перейдём Итак, первый вопрос поступил от Подсолнуха Как определить, под какой планетой родился человек? Что касается определения планеты На эту тему есть в Академии Времени, которую я представляю Также в данном случае есть серия мастер-классов Кроме того, это даже бесплатные мастер-классы Впоследствии, я думаю, мы сможем как-то согласовать эти моменты Но это тема ещё дополнительной лекции И, наверное, даже видеолекции Поскольку там необходимы наглядные примеры Для того, чтобы понимать, как идёт расчёт Ничего сложного в этом нет Но, тем не менее, есть ряд нюансов Которые просто только лишь посредством голоса Будет достаточно сложно передать Понятно, идём дальше, Святослав У меня Солнце в 12-м доме и период Раху Астролог сказал, что нужно мне много соблюдать аскез И что важно практиковать духовные практики Порекомендуйте, пожалуйста Мне важно было бы понимать, во-первых, дату рождения этого человека Поскольку там могут быть различные нюансы на эту тему Но прежде всего прислушивайтесь к рекомендациям вашего консультанта Поскольку он непосредственно видел и вас Он уже задавал какие-то вопросы вам По непосредственно прошлым каким-то событиям Видел полностью вашу карту И мог дать более грамотные рекомендации Чем я вот так вот удалённо Не разобравшись полноценно в этом вопросе Но что касается духовных практик То да, это обязательно Поскольку это является хорошим методом Для того, чтобы отрабатывать карму На эту тему тоже можно много рассказать Но я так вкратце обозначу Когда человек занимается той или иной духовной практикой Не имеет значения, в какой конфессии эта практика Суть в том, что мы погружаем своё сознание Мы знакомимся с собой Мы погружаемся глубоко в себя Мы погружаемся в познание Вселенной, Творца И в эти моменты мы, концентрируясь Успокаиваем, во-первых, свой ум Посредством этого мы более тонко соединены Становимся соединены со Вселенной И поэтому получаем лучшие какие-то ответы Более ясные, более чёткие Кроме того, духовная практика Способствует воспитанию в нас каких-то качеств Человеку в духовной практике приходит, как правило, откровение Которое даёт понимание той или иной ситуации Человеку в духовной практике приходит понимание того Что этот мир максимально благоприятен для моего развития Для меня Человеку в практике приходит большое количество информации и знаний И в том числе и понимание себя В том числе и понимание себя И того, почему я реагирую так или иначе на эту ситуацию И какие эмоции во мне играют Посредством духовной практики мы можем работать с эмоциями А это в том числе очень важно Тем самым гармонизировать свою собственную судьбу Хорошо, Настенька из Сан-Диего Вопрос в эфир Здравия В данный момент готовимся к третьему ребёнку Можем ли мы сами рассчитать благоприятную дату зачатия Где найти информацию, что поможет разобраться Или обратиться к специалистам Можете посоветовать Благодарю вам Очень интересно и важно то, о чём говорите для нас именно сейчас Прекрасный вопрос Что касается самостоятельного расчёта даты зачатия Или благоприятного периода для зачатия Так называемой мухурты Я бы рекомендовал всё-таки Если, конечно, вы уже Тут вопрос какого-то уровня знаний Если есть какой-то уровень знаний То в целом можно изучать и самостоятельно Но для такого достаточно ответственного шага Я бы рекомендовал обратиться к специалисту На самом деле это даже не очень дорого Стоят такие консультации И, в принципе, большого времени не занимают Для того, чтобы подобрать более благоприятный период Для непосредственно зачатия ребёнка В том числе получить рекомендации Если мои контакты как-то будут обозначены То можно прямо мне написать И я дам рекомендации Кому обратиться Сам лично я не рассчитываю Именно благоприятный период для зачатия Я немножко по-другому работаю Но, тем не менее, я могу обозначить Более-менее благоприятный период В течение года В этом году Либо в следующем Но более конкретные даты Это уже к немножко другому специалисту К моему коллеге Которого я смогу рекомендовать Ты можешь обозначить Как тебя найти В каких соцсетях Или сайтах Или что-то ещё Да К сожалению, с сайтом пока Всё несколько неоднозначно А в соцсетях Меня можно найти Как в Фейсбуке В Вконтакте В Инстаграме Если написать После слэша Астра Коуч 108 Понятно, идём дальше Ну, либо просто набрать В поиске Игорь Селенок И Моя страница достаточно Так сказать И в Яндексе, и в Гугле Она Активна и открыта Поэтому легко Мне можно найти Идём дальше Вопрос эфира Владимир Изматич Здравия, Игорь Есть точка зрения Что смерть Чем-то похожа на хищника Который, не желая Особо труждать себе Охотой на добычу В поле Устраивает засады Так сказать На тропках К водопою Не кажется ли вам Что Вот эти Закодированные числа Даты Судьбы планеты Тонкоматериальность И подобное Это Широкая тропа К водопою Здравия Владимир Благодарю вас За этот вопрос Разумеется Мы в этот мир Приходим И Как Говорится Качества этого мира Таковы Что Однажды мы все Покинем Тело Нам Придётся это сделать Поскольку Всё в этом мире Временно Но Так как Одно из качеств Души Это Вечность То Наша жизнь Прежде всего Шанс Для того Чтобы наработать Какие-то качества Если же мы Развиваемся В этом направлении И Учитываем Нюансы Что Всё временно Да Наше конечно Сознание Не может воспринять Это буквально Нам достаточно Сложно Потому что Все мы Думаем Что мы будем Жить вечно Будем извечно Худыми Стройными Здоровыми Успешными И так далее Но Так или иначе Каждого из нас Ожидает Как бы это Не звучало Но Ожидает Та самая Хищница Как вы выразились И Разумеется По жизни Нам расставлены Те или иные Ситуации В которых Мы Будем Лучше Себя чувствовать Либо наоборот Ну Несколько Несколько Непросто Будем Себя чувствовать Карма Человека Достаточно Как говорится Достаточно Оттягощена И Процентов На 75 Она Чёрного Цвета И Процентов На 25 Она Серого Цвета Разных Оттенков Вопрос Того Насколько Мы Будем Придавать Значение Тому Что в жизни Мы встречаем Поскольку Грубые Физические Тела В виде Планет Имеют Грубые Вибрации Грубые Энергии Которые Собственно Влияют На Наши Грубые Тела Чем Больше Мы Отождествляем Себя С телом Тем Грубее Срабатывает По нам Карма Чем Больше Мы Привязываемся К Материальному Миру Тем Сильнее Будут Наши Разочарования Речь Не Идет О том Что Нужно Просто Подаваться В Монахи Мы Также Можем Жить В социуме Адекватно Реализуя Свой Потенциал Но Понимание Телесной Концепции Прежде всего Дает нам Ту самую Возможность Пересмотреть Эту Жизнь И Пересмотреть Те Ловушки Которая Расставляет Смерть И Более Адекватно Принять Решение В той Или Иной Ситуации Поскольку Посредством Духовной Практики Мы Можем Очень глубоко Очищать Нашу Карму И Это Действительно Такой Очень Серьезный Дар Важно Понимать Что Эта Наука Она Не Фатальна Часто Люди Обращаются С тем Вопросом Расскажите Что Будет Вот Когда Я Встречу Своего Человека И так Далее И так Далее И так Далее К сожалению Современное Общество Направлено Или Живет Таким Образом Что Считает Все эти Истории Фатальными Но Понимание Глубокое Понимание Того Как Устроен Этот Мир Понимание Того Как Мы Можем Развиваться В Каких Энергиях Это Будет Невежество Или Страсть Или Благость Разумеется Если Мы Будем Развиваться В Невежестве То Плоды Наших Действий И Будут Разрушительными Если Мы Будем Развиваться В Страсти Соответственно Плоды Будут Временными Если мы будем развиваться в благости, то и плоды будут долгосрочными. И человек, который развивается в благости, — это счастливчик, потому что Вселенная способствует тому, чтобы он максимально реализовывался, потому что это та Личность, которую, так сказать, сами божественные энергии продвигают в этой жизни. Можно привести, опять же, пример своего учителя, который рассказывал однажды о людях-законниках. Посмотреть на то, как живут эти люди, нам становится понятно, потому что, к сожалению, многие из них живут очень короткую жизнь. И если так более глубоко посмотреть, достаточно напряжённую жизнь. Но человек, который заботится об окружающих, Вселенная благоприятствует его развитию, благоприятствует его жизни. Вселенная о нём заботится. Как я же сказал, этот мир зеркален. Если мы выстраиваем своё отношение к этому миру с позиции «отдавать», то автоматически, постепенно люди, которые нас окружают, они сами входят в это умонастроение, они хотят отдавать. Нас начинают окружать всё больше тех людей, которые хотят отдавать. Люди, которые хотят чего-то получить, всё меньше и меньше встречаются нам на пути. Но если же я живу в позиции «получить максимально потребительское умонастроение», то автоматически Вселенная даёт мне индикатор того, что этот мир хочет от меня только каких-то благ, какого-то моего внимания, ресурсов и так далее. Всё зависит от нашего умонастроения. Ну вот как-то так я отвечу на этот вопрос. Хорошо, идём дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир из Ютуба. «В нашем мире душа сама пишет человеку судьбу совместно с Богами и Богом. Так что даты рождения, конечно, влияют на судьбу, но не так сильно». Ну, как я уже обозначил, это не фатальный мир. Да, это не фатальный мир. Благодарю, кстати, за вопрос. Это мир, в котором мы можем развиваться и в какой-то степени действительно переписывать судьбу. Бывают жизненные ситуации, которые человеку необходимо пережить, но очень многое зависит от его умонастроения и того вектора, в котором он будет развиваться. Да, душа действительно пишет свою судьбу посредством наработки каких-то качеств и поступков. Ведь что такое карма? Карму можно очень легко интерпретировать через понимание эмоций. Если я в каких-то обстоятельствах являюсь причиной эмоций у другого человека, то по всем законам этого жанра эта Личность однажды станет причиной эмоций такой же эмоции у меня. Будут другие декорации, может быть, другое время, другое воплощение. Часто бывает даже в этом воплощении. Но я обязательно буду переживать ту же эмоцию. Поэтому в том числе можно сказать, что мы сами пишем свою судьбу сейчас на будущее. Это будет также действительно верно. Но понимание того, какие действия выполнять или не выполнять, даёт нам возможность сделать нашу судьбу более благоприятной для нас же. Понятненько. Идём дальше. Баян, вопрос в эфир. Что означает, если Земля, в скобочках планета, во время рождения находится в обратном движении, в скобочках реверс? Ну, это уже несколько такой формат астрологически профессиональный. Не хотелось бы сейчас в рамках такой очень-очень любительской лекции погружаться в эти области. Можно, так сказать, посещать. В этом направлении я рекомендовал бы посещать специализированные курсы. Понятно. Но не хотелось бы и не надо. Идём дальше. Анастасия Крупенина. Вопрос из Ютуба. А что автор-сказитель может сообщить о нашей славянской традиции звездочтения? Спасибо. Благодарю. Хороший вопрос. Но что касается славянской традиции, здесь я не имею какого-то конкретного ответа, поскольку именно в славянском направлении я не изучал. Но, как говорит ведическая культура, если даже мы коснёмся такого понимания, как психотипы или варны, личности, то всё это единая система. И в ведической, так сказать, индийской, в ведической культуре индийской и в ведической славянской культуре огромное количество совпадений. Ну, если очень сильно глубоко копать, даже несмотря на то, что информации сейчас в этом направлении достаточно, если глубоко копать, можно находить огромное количество совпадений, что, собственно, наталкивает как минимум на рассуждение о том, что эта единая система лишь с какими-то частными, бывает частными случаями расхождения. Поэтому, так как мы все рождаемся на этой планете, так как мы все наделены телами, мужскими или женскими, так как мы все рождаемся в тот или иной период, в момент появления ребёночка на свет, комбинаторика планет на небе, их положение запечатляет ту самую карму души, которая воплощается. Вопрос традиции здесь, ну, я, по крайней мере, не особо учитываю, поскольку я обучался в ведической традиции, в индийской традиции. Ну, соответственно, и понимание у меня в этом направлении. Но оно не разнится. Благодарю. Хорошо, дальше. Настенька из Сан-Диего. Вопрос в эфир. «Очень часто в течение дня вижу на часах циферблата одинаковые числа. Это какой-то знак? Нужно ли обращать внимание, подмечать такие ситуации?» Благодарю. Благодарю, Анастасия. На этот вопрос вы сможете найти ответ в интернете. Это достаточно открытая информация. Называется «Источник ангельской нумерологии». И действительно, посредством различных чисел, в том числе на циферблате, номера домов, машин и так далее, и так далее, и так далее. То, что мы встречаем, и те какие-то наши решения или наши идеи, которые мы желаем реализовать, они находят подтверждение от Вселенной. Поэтому вы можете смело набрать в любом поисковике «Ангельская нумерология» и перейти непосредственно на ресурс, в котором представлена вся подробная информация на ваш вопрос. Благодарю. Это, в принципе, очень полезно. Я сам достаточно часто руководствуюсь именно этой информацией. И могу дать своё подтверждение. Прям очень-очень помогает по жизни. Дальше. Леана Мухова, реплика в эфире из Ютуба. «Как можно научиться слушать свою интуицию? Ведь, как правило, мы все делаем наоборот». Ну, здесь важно понимание того, что человек называет интуицией. Интуиция, как правило, — это первая мысль, которая возникает. Учёные даже проводили исследование порядка 0,3 секунды. Вот это та первая мысль. Дальше идёт уже логическое размышление. Но, как я уже сказал, любые виды духовной практики — йога, цигун, тэйдзи, медитация, мантра, пение, молитва и так далее, и так далее, и так далее — любые виды духовной практики направлены на повышение концентрации, направлены на единение со Вселенной. И посредством этого мы можем, так сказать, продлевать вот этот диапазон того, когда мы находимся в контакте. Кроме того, важно понимать, что когда с нами говорит Вселенная, то есть срабатывает интуиция, мы чувствуем воодушевление. Неважно, в каком это аспекте, в предупреждающем о каком-то негативном событии, либо в предупреждающем о каком-то положительном, или просто направляет куда-то. Мы всегда чувствуем некоторое воодушевление внутреннее, вплоть иногда даже до каких-то мурашек. Поэтому можно прежде всего прислушиваться. Для людей, у которых, как я уже обозначил, сильно проявлена Луна, Раху и Кету, для них в том числе очень важно прислушиваться к интуиции. Но развивать это мы можем посредством успокоения нашего ума, а сделать это можно различными духовными практиками, либо в том числе творческое проявление. Ведь в момент творчества человек находится в Любви, то есть находится в единении со Вселенной и Творцом. Поэтому это тоже можно в какой-то степени отнести к некоторой практике. Татьяна Беленко, вопрос эфир. На положение каких планет Вы смотрите в первую очередь, если требуется определить задачу человека на текущее воплощение? Благодарю, Татьяна, за вопрос. Так как я являюсь астронумерологом и хиромантом, я смотрю, какие проявлены в комбинаторике даты рождения планет, и смотрю основные знаки и линии на руках. Поскольку, если говорить о подходе нашей школы, то он как раз-таки заключается в том, или его уникальность заключается в том, что мы подходим комплексно. Поскольку каждая система может давать тот или иной сбой по отдельности. Но если мы берем в расчет и хирологию, то есть знаки и линии на руках, и дату рождения, и положение планет, то в этом случае и коэффициент считывания повышается, и, соответственно, более грамотные рекомендации мы можем дать человеку, который к нам обратился. Лена Махова, вопрос эфир из Ютуба. Атеистам быть позорно или нейтрально? Ну, почему позорно? Я считаю, что каждый человек сам вправе выбирать. Ведь у всех у нас есть это священное право. Даже Господь нас не лишает этого права. Поэтому ничего позорного в этом нет. Лишь только то, что Вселенная вам напоминает. В этом случае что я вам могу рекомендовать? Как минимум в качестве духовной практики либо альтернативы духовной практики можно использовать аффирмации. Есть прекрасный метод для того, чтобы работать в том числе с какими-либо конфликтами, который в какой-то степени также можно отнести к духовной практике. Метод называется хопуна-пона. Об этом достаточно много рассказывали в том числе и западные специалисты, исследователи. Это гавайский метод прощения, проработки обид и понимания каких-то жизненных ситуаций. Он, разумеется, подразумевает в какой-то степени наличие Творца, кармы и так далее. Но, тем не менее, не привязывает вас никакой из конфессий. Ну, если вопрос стоит вот так. Поэтому я считаю, ничего постыдного в этом нет. Вселенная так или иначе даёт вам свои знаки. А как вы этот мир воспринимаете, это уже личное дело непосредственно вас. Хорошо, идём дальше. Вопрос эфира от Подсолнуха. Послушав описание различных черт характера людей под той или иной планетой я в каждой планете могу себя распознать. Как негативные, так и позитивные черты характера. О чём это говорит? Благодарю. Прекрасный вопрос. И здесь, в этом вопросе, закладывается очень глубокое понимание, поскольку так или иначе в карме или карте человека в любом случае проявлены все планеты. Дата рождения показывает активные планеты, те, которые покровительствуют, которые в большей степени влияют на человека. Эти качества будут проявлены в нём значительно больше. Но так или иначе, на него будут влиять в том числе и другие планеты. Каждая планета, кроме того, что даёт какие-то качества, она ещё и курирует сферу деятельности, какую-то область жизни. Опять же, например, Солнышко — это отношение с отцом, это ответственность. Луна — отношение с матерью, забота и женская энергия. И, разумеется, и Солнце, и Луна будут влиять на человека, потому что у каждого из нас, несмотря на то, как они могут стоять в карте его натальной, либо непосредственно в нумерологической матрице или комбинаторике. Вопрос того, что каждый из нас имеет родителей, у каждого из нас есть какие-то отношения с родителями. А остальные нюансы — это уже аспекты того, насколько мы развиваем те или иные качества в своём характере. Но вот тут момент того, что действительно на каждого человека влияют все планеты, но более ярко, какие-то планеты ему покровительствуют в зависимости от той даты рождения, в которую он как душа воплотился. Так, смотрим ещё. Вопросы от Владимира Изматеевича. Игорь, каково, а, наверное, есть ли место тому занятию, представителем которого вы являетесь в грядущем, в новом общественном и технологическом укладе на планете? Вы знаете, Владимир, есть сейчас достаточно такая актуальная мысль о том, точнее даже не мысль, а идея, которая сейчас пестрит вся структура средств массовой информации и так далее. Это четвёртая технологическая революция, промышленная революция, которая говорит о том, что вскоре роботы заменят человека, искусственный интеллект постепенно внедряется. Всё-таки мир, как бы это было не прекрасно или печально, но идёт по технологическому развитию в большей степени. Но так или иначе, моя работа заключается в том, что я работаю с людьми и людей, ну, по крайней мере, на моё это воплощение, я думаю, точно хватит. И важно, прежде всего, то, какова идея и какова задача. Поэтому я думаю, что даже в наше время востребованность в специалистах, психологах, консультантах и так далее, она достаточно высока, и с каждым годом будет всё больше и больше расти, потому что жизнь на планете в прямом смысле слова ускоряется. Мы все куда-то стремимся, мы все хотим реализовать какие-то свои задачи. Человек меньше внимания уделяет тому, чтобы раскрывать свой внутренний потенциал и, соответственно, переживая различные и каких-то тяжёлых событий. В этом случае, как правило, в этом случае люди и обращаются, в том числе и ко мне, к другим специалистам. Хорошо, голос, вопрос. Голос, так себя представил человек, вопрос, эфир из Ютуба задаёт. 27 мая родился Платон и Камо, экспроприатор Ленина. Один философ, а другой разбойник. И ничего общего. Почему? А вот здесь как раз и речь идёт о том, что, первое, то умонастроение, в котором развивается человек, поскольку каждый из нас попадает в ту самую семью, в ту самую страну, город, на какую-то улицу, интеллектуальный, финансовый, здоровый потенциал, который присутствует в этой семье, в зависимости от тех вибраций, на уровне которых находится Душа. И, соответственно, и задача такая у Души — повысить тот самый уровень вибраций. Но если человек идёт по течению своего окружения, по течению того общества, то рано или поздно, как говорится, в течении мы встретим водопад. И если же мы расслабленно плывём по течению, мы перестаём тренировать даже банально наш мышечный корсет. И когда мы уже заметим тот самый водопад, быть может, будет очень поздно, чтобы просто выплыть на берег. Поэтому здесь вопрос заключается в том, как развивается этот человек, какое общество его в большей степени окружает, и какое решение он принял для своего движения. В том числе и одинаковые даты рождения. И тот человек, и другой человек мог покровительствовать этому миру. И тот человек, и другой мог развиваться в благочестивом ключе. Но выбор в сторону каких-то разбойных нападений, разумеется, привёл человека к совершенно другим направлениям. Об этом очень хорошо можно, ну так сказать, эту тему можно очень хорошо изучить посредством изучения гун материальной природы. Это те самые энергии, умонастроений, которые влияют на нас. И посредством этих энергий мы можем развивать те или иные качества, даже имея одну и ту же дату рождения, даже в одной Личности на протяжении жизни. На этом… Понял. Идём дальше. Тимофей, вопрос эфир. Как может повлиять на карму человека то, что он родился на стыке лет, эпох? Ну, например, 31 декабря 1989 года. Ну, если ещё человек, например, родился и ночью, то там вообще может быть хорошее такое смещение. И в этом случае на человека могут влиять немножечко энергии прошлой даты и отражаться в его качестве характера, и будущей даты. Ну, то есть пограничная такая дата рождения, она всегда даёт человеку больше потенциал, как правило. Потому что чем больше в дате, например, комбинаций, тем больше у человека проявлено качеств тех планет, тем ярче они проявлены. Да, это может, конечно, ограничить с тем, что человеку сложнее определиться в деятельности, например, больше у него каких-то талантов и больше сфер жизни его привлекает. Но здесь вопрос выбора. В целом влияет, ну, точно так же, как и любая другая дата рождения. Ничего прям слишком какого-то сверхъестественного в этом нет. Такова карма человека. В один день рождаются и миллионеры, и, к сожалению, люди в семье самых низких слоёв населения. В одну и ту же дату. Но всё приходит, во-первых, нам по индивидуальной карме, а во-вторых, ещё зависит от того, каким образом мы будем развиваться. Потому что часто, например, благочестивая душа рождается в семье людей, которые морально, ну, так сказать, деградировали. И такая душа приходит для того, чтобы вытянуть их, для того, чтобы спасти их. Либо бывает наоборот. В очень интеллигентной и благочестивой семье рождается невежественная душа. Для того, чтобы углубить их духовную практику, углубить их развитие, и тем самым вытянуть эту душу на тот уровень божественных, так сказать, энергий. Хорошо. Вопрос несколько неоднозначный, но право выбора всегда есть у нас. Понятно. Вопрос эфир от Елены Рыбаковой. Влияет ли как-то на трактовку гороскопа уровень развития Личности? Человек, людина или кто-то ещё? В любом случае будет влиять на трактовку гороскопа и его уровень развития, поскольку можно будет сказать более точно, о том, что человек ожидает. Как я уже обозначил, что это не фатальная наука. Это наука необходима прежде всего для того, чтобы, ну и так сказать, опять же, в древние времена она была очень распространена. Люди без консультации астролога, они не делали каких-то лишних движений, они понимали, что это достаточно, так сказать, стоящие рекомендации. И даже если человек развивается в благочестивом векторе, всегда есть понимание того, каким аспектом могут срабатывать те или иные планеты, что сейчас более благоприятно развивать, а что нет. Таким хорошим примером или аналогией в этом случае является времена года. Каждый из нас может посмотреть за окно и увидеть, что сейчас лето, время накапливать силы, время в том числе собирать какой-то урожай. Сейчас такое достаточно энергетически емкое время для того, чтобы получить тот самый заряд. Недавно была весна, и все люди отправлялись на... Все люди засаживали огороды. Но зимой никто не сажает картошку, не сеет семена, потому что это бессмысленно. Такое понимание у нас есть, Вселенная дала нам такое яркое понимание. Тема с астрологией очень схожа. Каждый планетарный период характерен теми или иными энергиями и особенностями. И, соответственно, мы прежде всего понимаем, что более благоприятно сейчас для человека, а что менее благоприятно. И, учитывая тот самый уровень его развития, мы можем дать ему те или иные рекомендации. Разумеется, если к нам приходит человек, который, так сказать, совершенно атеист, у которого очень проблемные отношения с родителями, который никого не уважает, каким-то образом он попал на консультацию к специалисту, задача консультанта – дать именно те рекомендации, которые передвинут человека немножечко на уровень вперед. Потому что если человек подтягивается пять раз, бессмысленно ему давать комплекс упражнений на 25 подтягиваний. Просто бессмысленно. Его нужно подвести к тому, чтобы стало 6, 7, 10. И дальше уже давать немножечко на растяжечку какие-то рекомендации. Поэтому, да, ответ будет действительно влияет. Хорошо. Учитываем. Постоянно учитываем. Идем дальше. Всем доброго здравия. Реплика эфира. Не знаю, под какой звездой я родился, но лень и зависание – это про меня. Самое интересное, что некоторые экстрасенсы, по-моему, даже знакомые мамы, говорили мне, что я чуть ли не бог. По книге «Квадрат Пифагора» мне сулили разносторонние способности, по-моему, аж 7. У родителей есть интересные особенности. У мамы был вещий сон перед поездкой на юг, что крест в море утонет. Так случилось. Вот она предпринятой предосторожности с её заменой цепочки на толстую, её внучка своими руками как-то умудрилась порвать или расстегнуть её, только цепочка осталась висеть на шее. А у отца когда-то как-то умирает, кто-то умирает из родни, над ним пролетает клин журавлей. И это не случайность. Такое было не раз. В общем, это я к тому, что на себе я не ощущаю никаких способностей из вышеописанного. Но, возможно, дело в том, что в возрасте 4 года, 4-го года, наверное, «Мне повезло шмякнуться башкой о пол с плеча тёти, которая готовила, и ей понадобилась зачем-то вторая рука. В общем, это перевернуло всю мою жизнь. Но, возможно, если бы не это, я бы никогда не узнал о нашем славянском мировоззрении и богатых преданиях». Интересно повернул. То есть надо шмякнуться лбом или головой, чтобы что-то узнать. Ну, хорошо. Если интересно, то моя дата рождения – 7 марта 1977 года. Да, на самом деле ничего удивительного нет. Уже дата рождения говорит о том, что человек в том числе соединён с тонкими энергиями. И важно понимать, что максимально благоприятный вектор развития этого человека через духовные практики. Именно то самое описание кету очень хорошо подходит этому человеку. И я бы рекомендовал прислушаться к ним. Так что шмякнулся не просто так. Практикуй. Да, разумеется. Как говорится, примерно до 12 лет человека происходит становление его кармы. И мы в жизни переживаем те или иные ситуации, которые на нашу психику в том числе влияют. и уже посредством вот этого влияния мы принимаем те или иные решения. У нас определённый эмоциональный фон более развитый. И, соответственно, уже какие-то модели прописаны на подсознании. А дальше мы просто живём уже посредством этих моделей, которые, так сказать, отыгрывают нашу карму и притягивают в нашу жизнь те или иные жизненные ситуации. Поэтому мысли, они в том числе материальны. Главное просто культивировать правильное умонастроение и правильные мысли, благоприятные для себя и социума. А все возможные ситуации, которые с нашей позиции воспринимаются как неблагоприятные и болезненные, они необходимы нам для того, чтобы более глубокий потенциал нас раскрыть. Так Вселенная с нами общается. Но, к сожалению, так как мы существа достаточно ленивые и человек, такая форма жизни, которая очень редко будет что-то изучать, если у него всё прекрасно. Ну, таких людей, к сожалению, не так много. Но когда мы чувствуем, что где-то какая-то проблема, и она очень остро и насущно давит нам на горло, мы резко принимаем какие-то действия и усилия. У нас до конца эфира несколько минут, поэтому вопросы я дочитаю, которые есть, и на этом мы будем заканчивать эфир. Олег из Боброва, вопрос в эфир. Меняется ли судьба на втором, третьем и прочих следующих кругах жизни? Круг жизни — это 144 лета. То есть, человек прожил 144 лета, дальше следующие 144 лета — новая судьба, следующие 144 лета — ещё новая судьба. Или не меняется? Так всё и будет. Сколько вот не будет? Тысячу лет будет жить, две тысячи лет. Всё дело в том, что это несколько такой подход шаблонный для каждого человека. У каждого человека своя индивидуальная карма. И как я уже обозначил, если мы будем совершать более благочестивые поступки и действия, развивать высокие какие-то качества и умонастроение в своей жизни, то, разумеется, наша судьба будет меняться. Если я буду заниматься гражданом, обманом людей постоянным, то, соответственно, я просто точно такой же результат буду встречать в своей жизни. И обязательно это будет меняться. Даже не только в рамках 144 лет, то есть круга жизни. В рамках даже иногда в рамках отрезков несколько лет судьба очень сильно меняется. Как я говорю, это не фатальная наука. Нужно понимать, насколько мы можем раскрыться в этом мире. И тогда Вселенная даёт нам свою обратную связь. В общем, всё зависит от нас самих. Хорошо. Геннадий Романенко, реплика, «Может случиться так, что человек, искренне помогая другому человеку, по прогнозам, может невольно увести его от собственного предназначения». Ну, то есть, ты вот что-то предсказываешь, рассматриваешь, какие-то там прогнозы даёшь, потом бабаться, и он в сторону ушёл, доверившись полностью тебе, и что-то там необдуманное. а потом оказалось, что ты где-то ошибся в отсутствии. А значит, помочь ему можно лишь вне привязки. Или деяния, все деяния. Примерно так. Благодарю всех благ. Благодарю за вопрос. Или деяния вне деяния. То есть, как-то так интересно построен вопрос. Ну, попробуй ответить. Что касается темы предназначения, она всегда очень тесно граничит с тем, какими качествами наделён человек. Планеты, они в том числе отображают качество человека. То есть, если человек наделён организаторским потенциалом, если он может хорошо коммуницировать с людьми, раздавать чётко задачи, инструкции и организовывать процесс какой-то производственный, то, соответственно, его по этому обладанию этих качеств его и поставят на какую-то позицию. Но если человека, который не обладает этими качествами, поставят на позицию организации людей и какого-то производства, то спустя даже две недели станет понятно, что этими качествами он не обладает. И для того, чтобы их развить, придётся приложить ещё какое-то количество времени. посредством диагностики и анализа того влияния планет на человека мы прежде всего можем выявлять те качества, которыми он наделён. И каждый из нас, как я уже сказал, наделён большим спектром качеств. Ну, очень редко бывает в этой жизни так, чтобы вот просто кого-то Вселенная обделила, просто вот там посмеявшись и наделила его всего лишь одним талантом. Очень редко бывает. Вопрос того, какой талант этот человек развивает на протяжении жизни и в каком, скажем так, развитии он пришёл к консультанту, на каком этапе. Консультант может продиагностировать, может дать ему рекомендации, в том числе учитывая те моменты, которые человек уже развил до того момента, как он попал к консультанту. Всё зависит, во-первых, ещё и от квалификации специалиста, к которому вы обращаетесь. Бывают, я никого не хочу сейчас возвышать, либо наоборот, но бывают разные специалисты, кто-то более точно подходит к этому вопросу, кто-то менее точно. Вопрос того, какова квалификация, ну, как понять квалификацию, читайте отзывы. Люди всегда пишут отзывы, и всегда можно понять, человек написал искренне, либо это что-то такое надуманное, потому что люди обращаются, как правило, с какими-то проблемами, с реальными проблемами, собственно, помогая решать эти проблемы, мы получаем обратную связь от этих людей. Но никогда консультант верному умонастроения, он никогда не претендует на истину высшей инстанции. Он дает рекомендации, руководствуясь определенными описаниями, руководствуясь в том числе каким-то своим жизненным опытом, который он реализовал. И уже посредством этого может дать рекомендации. Если консультант претендует на то, что только будет так, и только вот в этом вам надо развиваться, я всегда на своих консультациях говорю, проверяйте, не нужно верить мне на слово. Проверяйте, ставьте задачу, ставьте эксперименты, проверяйте. И точно таким же путем шел я. Я не просто верил на слово, но для того, чтобы как-то развить какие-то качества, нужно просто какое-то количество повторений. Это как управлять автомобилем. Первая посадка достаточно сложно дается, но впоследствии мы немножко вырабатываем сноровку и уже спустя месяц-два научаемся точно так же и в любом другом направлении. Тренировка, какие-то регулярные повторения помогают нам развивать качество, в том числе наш жизненный потенциал, но вселенная всегда все закрутит таким образом, чтобы человек пришел к своему потенциалу. Если его приводят к консультанту, то это говорит о том, что ему необходим в том числе какой-то опыт. Выполнять рекомендации или не выполнять всегда же решение остается за нами. У тебя еще время есть отвечать на вопросы? Да, еще где-то 10 минут я готов. Хорошо. Браун из Ютуба, как влияет число жизненно тело человека, цвет, глаз, фенотип? Что вы знаете про мудры и связь через них со стихиями? Дата человека прежде всего показывает, как я уже обозначил, влияние планет. Последствием этого можно отследить какие-то энергии. Но что касается именно тела человека, то это вопрос такой отрасли, как Аюрведа и, если более глубоко, Доши, именно Конституция. что касается цвета глаз или кожи, вы понимаете, что и в Африке, и в Южной Америке, и в Китае, и в России, и на Кавказе прямо сейчас, прямо в этот день рождаются люди. Они будут совершенно разного цвета кожи, они будут совершенно разного качества, так сказать, кармы, судьбы собственной разные будут у них проявлены, или кто-то более склонен к полноте, а кто-то наоборот стройный достаточно. Тут таких моментов не проявлено, так сказать. А вторая часть вопроса заключается, повторите, пожалуйста, если есть возможность. Напомню, да? Хорошо. Что вы знаете про мудрые и связь через них со стихиями? Мудрые это в том числе непосредственно практика, мы замыкаем те или иные каналы в своем теле, и движение энергии в том числе выстраивается немножечко в другом векторе, в зависимости от мудрых. Разумеется, каждая мудра отвечает за ту или иную какую-то область, наработку какого-то качества, жизненной силы, потенциала и так далее. В том числе это будет связано, но я не могу давать рекомендации, я не очень углубленно изучил эту тему, какие-то вещи я практикую, принимая передачу от своих учителей, но прям давать какую-то рекомендацию на ту или иную мудру, я рекомендую в большей степени найти учителя, который в этом достаточно хорошо и глубоко посвящен, так как я не имею такой квалификации, то это будет прежде всего некомпетентно. Понятно. Далее Сергей Воронов из Ютуба, здравствуйте. Вопрос такой, является ли совпадением, что все важные случаи жизни происходят у меня всегда с апреля по август или это моя карма? А здесь вот и человек в том числе и дал ответ на свой собственный вопрос, поскольку в любом случае у каждой планеты есть определенный период несколько шаблонный, обозначим это так, в каждый год ее активность в определенный период, в определенный диапазон. Есть также предписания относительно этого и разумеется у такого человека могут жизненные какие-то важные ситуации происходить в тот или иной период. У меня в жизни происходит максимально более активный период это июнь-июль месяц максимально более активный. И чем бы ни был украшен мой год или какими-то событиями не обозначен, но в этот период я всегда испытываю какой-то более эмоциональный подъем, несмотря на то, что лето, где бы я ни находился, я всегда как-то более активно себя веду, чувствую, проявляю. Поэтому и это же является еще и кармой, поскольку планеты они лишь отражают наше сознание, они отражают нашу карму и тот примерный событийный план, который мы в жизни встречаем. Активность, приобретение недвижимости, транспортных средств, переезды, начало отношений, разрыв отношений, например, рождение детей и так далее. Какие-то вот такие события мы можем смотреть, анализировать, диагностировать и уже посредством этого давать рекомендации. «Понятно». Ну и закрывательный вопрос от Татьяны Беленко зачитаю, на других уже нет времени. Какие планеты показывают духовный потенциал человека? Можно увидеть степень развитости души, а опыт накоплений за прошлое воплощение планеты каким-то своим особым состоянием показывают нам? Благодарю. Три вопроса в одном. Благодарю, да, за такой прям содержательный вопрос. Безусловно, нам часто показывают планеты какой-то потенциал человека и возможность его реализации. Но важно понимать, что каждый человек принимает то или иное решение. И я могу противиться своей природе целиком и полностью и соответственно не соответствовать ей и развиваться в другом направлении. Таким образом Вселенная всегда будет давать обратную связь. Сказать, что у этого человека очень глубокий потенциал, это уже вопрос того, чтобы глубоко изучать эту науку. Поскольку здесь тоже нужно разбираться, но, как уже ранее сказал, каждый человек имеет право выбора. И часто бывает так, что сидит человек, у которого очень мощный потенциал, просто какие-то колоссальные знаки, говорящие о том, что у него может быть все очень прекрасно. Но он может построить себе какую-то карьеру замечательную, где-то реализоваться и так далее. Но, допустим, у этого человека просто тяжелейшие отношения с отцом, он его ни во что не ставит, потому что, например, отец злоупотребляет какими-то интоксикациями, ну и так далее, там пропил какую-нибудь недвижимость и так далее, и так далее, и так далее. То есть тяжелые отношения с отцом. И это автоматически говорит о том, что у этого сложности и в построении карьеры, и в уважении начальства, в принятии какого-то авторитета и руководства в том числе. Дальше вселенная будет напоминать ему посредством здоровья, потому что пищеварительная система, опорно-двигательная система в этом случае вылетает, интуиция у человека у этого практически не работает. И вот вроде бы сидит человек перед нами с каким-то сильным просто мощнейшим потенциалом, но всего лишь совершая одну вот такую вот ошибку, ставит крест на своей жизни. Да, будет много какой-то энергии, да, будет много каких-то амбиций, но в этом случае эти амбиции они толком никуда не приведут, а рано или поздно человеку все равно придется об этом задуматься, потому что, но к сожалению, здоровья у нас не вечны. Чем раньше нам Вселенная начинает напоминать, то есть, чем раньше дает сбой какая-то система, тем больше этому нужно уделять внимание, и, соответственно, вопрос здесь заключается в том, что, как человек проявляется, какие решения он принимает. Он может быть организатором какого-нибудь производства, например, производства в кораблестроении, а может быть главным каким-нибудь электриком на заводе. И тот человек, и другой имеют организаторский потенциал, и тот, и другой руководитель, и достаточно неплохой руководитель, но каждый в своем диапазоне. А дальше уже в зависимости от индивидуальной кармы, в зависимости от того, как человек развивается, в каком настроении. То есть тут все очень сильно индивидуально, и сказать, что только вот так вот и никак иначе нельзя. Мы живем, как я уже говорил, в живом мире, который постоянно удивляет нас своим многообразием. Хорошо. Ну что, будем заканчивать эфир. Давай так сделаем в заключении ты что-то от себя пожелай нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube. Что у меня такое доброе, вечное, исходя из темы влияние даты рождения на судьбу человека? Отлично. Я люблю раздавать такие пожелания. Но прежде всего я бы хотел обратить внимание радиослушателей на как раз таки ваши отношения с родителями, поскольку это действительно влияет и я в своей жизни и в жизни тех людей, которые ко мне обращаются, убеждаюсь и постоянно продолжаю убеждаться в том, что это очень тесно связано с тем, как наша жизнь в дальнейшем развивается. Поэтому я желаю вам гармонизации ваших взаимоотношений с родителями и с окружающими людьми. Углубляйте духовную практику, взращивайте в себе любовь к людям, любовь к близким и, соответственно, будьте счастливы. от себя я напоминаю, что по одному из современных календарей 25 июля 2017 года вторник, по одному из старинных 24 день месяца получения даров природы 7525 лет и четверик мы сегодня говорили с Игорем Селенком Селенок так вот я не знаю правильно склоняю или неправильно склоняю вообще? Да, правильно. Да, правильно. с Игорем на тему влияния даты рождения на судьбу человека. Благодарю тебя, Игорь, ты очень, так скажем так, по-мастерски ответил на многие вопросы. Я старался не вмешиваться, от себя старался ничего не говорить в этот раз, потому что достаточно интересные были вопросы от наших радиослушателей и зрителей канала YouTube, за что низкий поклон всем нашим слушателям и зрителям. Молодцы, так держать. Если у тебя будет что-то сказать, пожалуйста, приходи, не стесняйся. Всегда рады такому интересному собеседнику, как ты. А нашим друзьям я желаю добра, быть добры, увидимся и услышимся. Народная Славянская Радио. Алексей Орлов. До связи. Народная Славянская Радио. Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова